Не удержался. У Владимира Путина случился неловкий инцидент, в результате которого пострадала его пятая точка. Был диагностирован ушиб копчика и мягких тканей. Вы подумаете, ну, упал старик, всякое бывает. Но нет, история куда интереснее. Давайте обо всем по порядку. Уже много месяцев говорят о том, что здоровье президента страны-агрессора буквально рассыпается на кусочки. Но, конечно же, в Кремле это очень тщательно скрывают. Их работа сохранять в целости и сохранности первое тело государства и лепить с Путина настоящего российского богатыря. Это отдельный талант. Это не просто, извините, резиновый попа. Уже все давно знают, что информация о здоровье бункерного деда под строжайшим запретом. Это не пустые слова. Это вопрос жизни. Говорить на федеральных каналах России можно только о хорошем самочувствии ядерного шантажиста. Как здоровье президента Российской Федерации? Отменное. Если вы думаете, что президент Путин физически нездоровый или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Это вполне вменяемый, здоровый человек. Физически здоровый. Он спортсмен. Может, спортсменом, конечно, когда-то и был, но в последнее время тело и вовсе перестало случаться. Специальная одежда, пластические операции, дорогое лечение бункерному уже не помогают. А плохие новости с фронта только подкашивают здоровье 70-летнего президента. На наши партнеры перекладывают. Телеграм-канал «Генерал СВР» поделился подробностями драматической истории, которая случилась с Путиным на днях у него в резиденции. После проведения нескольких встреч, на которых российскому фюреру рассказали об удручающих делах на фронте, а также о проблемах в экономике страны, бункерный тиран так разволновался, что свалился с ног. Спускаясь по лестнице, Путин, оступившись, упал на пятую точку, после чего, завалившись на бок, сполз на пару ступенек ниже. Инцидент произошел на глазах у сотрудников личной охраны президента, которые, быстро среагировав, поспешили к Путину на помощь. Три сотрудника охраны помогли президенту добраться до ближайшего дивана и вызвали медиков, которые дежурят в резиденции. Медики прибыли в течение нескольких минут, но сразу осмотреть президента даже не смогли. Путин страдает онкологией органов желудочно-кишечного тракта, в результате чего и так испытывает серьезные проблемы с пищеварением. А в результате падения, как оказалось, основной удар пришелся в область копчика, вероятно причинивший резкую боль, спровоцировав непроизвольную дефекацию. Если раньше Путин носил специальное непромокающее белье с впитывающим эффектом, то в последнее время он пренебрегает этими мерами предосторожности. Как оказалось, зря. Но как же так, Владимир Владимирович, возраст уже не тот. Надо было специальное белье одеть, ведь штаны были бы сухие и позора было бы, соответственно, поменьше. Это работа высшего качества и высшей пробы. Ну что же, вам, конечно же, лучше знать. Но если подытожить, то у старого правителя целый букет разных заболеваний. И как бы он это ни скрывал, сколько бы врачей ни созывал, все равно в 70 лет бороться с этим цветником гораздо сложнее. После, скажем так, пикантного инцидента в резиденции, конечно же, будет проведено расследование, что же спровоцировало падение Владимира Путина. Ведь, как мы уже говорили, он носит специальную обувь, причем даже дома с антискользящим покрытием. И ступени лестниц в резиденции, конечно же, считаются безопасными, но это не помогло. Наверное, чрезмерное стрессовое состояние таки влияет на этого нелюдя. Поэтому ожидать, что погибшие родственники, матери, жены погибших как-то организуются и начнут выступать против режима Путина, я думаю, как раз наоборот, это как ни странно, хотя, может, это и не странно, оно их не разъединяет, не провоцирует на какие-то протесты, а наоборот, объединяет в ихней ненависти ко всему цивилизованному и, в первую очередь, к Украине.